Президент Азербайджана не скрывает своих планов и разъясняет, что в его представлении означает продвижение мирной повестки. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. Алиев открыто заявляет, что для этого для продвижения повестки мира Армения должна принять все его условия. Под прикрытием мирного процесса Азербайджан проводит политику, целью которой является создание условий для того, чтобы Армения, в лучшем случае, оказалась нежизнеспособным государством. Поэтому наши граждане должны осознать, что война не завершилась, просто она ведется иными средствами, заявил Айвазян в эфире программы Траектория. Экс-глава МИД подчеркнул, что альтернативы миру не существует, но за мир нужно бороться, потому что мир должен обеспечиваться на взаимовыгодных условиях, обе стороны должны принимать, что достигнуты максимально приемлемые договоренности. Сегодня мы этого не видим, заявил Айвазян. По его словам, сегодня даже власти Армении осознают, что нет конца требованиям Азербайджана. Азербайджан решил для себя вопрос Арцаха, а сейчас продвигает концепцию мифического западного Азербайджана, который включает в себя всю Армению. Власти в определенной степени признают, что если не пойдут по пути выполнения требований Азербайджана, то азербайджанская сторона начнет войну, заявил Айвазян, указав, что речь идет о продвижении процесса под дулом пистолета, который в конечном итоге все равно выстрелит. В условиях, когда международное право не действует и Азербайджанам реализуется попытка продвигать свои требования, применяя силы и угрозы, единственным способом противостоять этому является создание антисил. Речь вовсе не об исключительно силовых методах решения проблемы, а в первую очередь о дипломатических и политических усилиях, подчеркнул Айвазян. Я это говорю, не только базируясь на теории, но также и с учетом собственного опыта. В мою бытность министром я получал четкие сигналы о том, что есть возможность постепенного формирования антисил, которая исключит вероятность войны в дальнейшем, заявил Айвазян. Он подчеркнул, что в создавшихся условиях Армения должна начать стратегический диалог и глубокое сотрудничество с теми странами, для которых важно, чтобы Армения оставалась жизнеспособным государством в регионе, и для которых жизнеспособность Армении созвучно с их национальным интересом. Такие страны есть, заявил он, добавив, что для привлечения этих стран Армения в первую очередь должна продемонстрировать свою готовность к сопротивлению. Пока этого не происходит. Я хочу, чтобы было понимание, что начало войны — сложный процесс, и сегодня даже находящийся в эйфории Алиев это понимает, но он также видит, что посредством угроз и небольших силовых действий он спокойно получает то, что требует, и даже больше того, что ожидал получить, поэтому и продолжает эту политику, — заявил Айвазян.